Столеру хорошо, а инженеру лучше. Я бы строить дом пошел. Пусть меня научат. Это стихотворение знаменитого писателя Владимира Маяковского. И называется оно «Кем быть?». Здравствуйте! Вы смотрите «Вечер на седьмом студии». Для вас работает Наталья Костенко. И сейчас мы серьезно поговорим об очень важных вопросах. И обсудим наиболее перспективные профессии, вопрос профориентации и динамику украинского рынка труда. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии. Это Андрей Яцеленко, исполняющий обязанности директора Одесского городского центра занятости. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и прежде всего хочу апеллировать к статье наших коллег. Телеканал «Академия» опубликовал у себя на сайте. Попрошу вывести изображение монитора моего ноутбука на экран, чтобы могли телезрители видеть, о чем мы говорим. Вот такую статью. В Одессе выделили топ-10 перспективных профессий. В связи с окончанием учебного года и началом вступительной кампании в вузы актуален вопрос выбора работы. Специалисты центра занятости выделили топ-10 перспективных профессий в Одессе. И, собственно, приводится список. Программист, врач, военнослужащий, инженер, предприниматель, рабочий, юрист, адвокат, прокурор, фермер. Итак, первый вопрос, конечно, каким образом центр занятости мониторит наиболее актуальные и перспективные профессии в Украине? Ну, еще раз здравствуйте. Действительно, ну, это образный топ. Почему? Потому что детальный анализ делает институт специальный, который есть в государственной службе занятости. Он находится в Киеве. И они делают научные работы, эксперименты в этом направлении, исследуют эту тему. Что касается перспективной профессии, это невозможно сказать вот так сразу же, что вот это самое-самое лучшее и тому подобное. Это есть критерии отбора. И вполне понятно, если говорить о топе, то каким образом, если в центре занятости есть вакансия, то каким образом она укомплектовывается, как быстро она укомплектовывается, уровень укомплектования. То есть, если она поступила сегодня, если сегодня же ее зарезервировали или заняли эту вакансию, значит, она топовая, значит, действительно, она сегодня активная и она нужная. Потом, значит, конечно же, зависит от специфики. Почему? Потому что, ну, сейчас престиж, действительно, военные службы, действительно, активное, патриотическое направление, это правильно. И работают рекрутинговые компании в этом направлении, и хорошая заработная плата и тому подобное. Что касается других направлений, например, ну, программисты, IT, IT-программисты, это действительно актуально и сегодня востребовано. И сегодня, я вам хочу сказать, что на учете почти не стоят люди, которые айтишники. Почему? Потому что их нет, они действительно востребованы на рынке труда. А что касается доктора, это тоже, знаете, программисты 47% по топу, доктор, например, медицинский работник 28%, то есть какие-то 20% и так далее. Все остальные 50% уже идут распределением ниже. А вот скажите, пожалуйста, мне очень интересно, в этом списке есть такие профессии, как юрист, адвокат, прокурор. Это как-то связано с вот этой сложной реформой в судебной системе, благодаря которой вот есть потребность в кадрах? Я не думаю. Я думаю, что это связано с тем, что у нас действительно рынок наполнен этими специалистами. А у нас действительно очень много вузов, это было, знаете, до такой степени креативно, до такой степени популярно, что молодые люди шли и до сих пор идут в эти специальности. А реально мы говорим, что мы ходим с высшим образованием, а на рынке труда работы очень мало для юристов, для адвокатов и тому подобное. Единственное, что в этом топе нет предпринимательской деятельности, вот как бы предприниматель с бизнесменом 20%. Почему? Потому что это направление сейчас стало активным, открытие своего дела, и те же юристы, они открывают свои там юридические компании и продолжают работать. Поэтому выпускник, когда выходит, он прекрасно понимает, что это сегодня актуально на рынке труда или нет. Сегодня я могу и сразу найти работу, или мне придется заниматься поиском работы. Хотя это возможно и сегодня сделать. Я знаю, что государственная служба занятости уже давно очень активно старается вести профориентационную деятельность. Поясню немного, да, нашим телезрителям. То есть когда специалисты службы занятости приходят в школы или приглашают школьников к себе, или организовывают совместные походы на определенные предприятия, чтобы рядом с профессионалами показать, объяснить и рассказать, школьнику, что же представляет собой та или иная профессия. Вот скажите, все-таки сегодня сталкиваетесь с ситуацией, что дети выбирают профессию по признаку там престижно, да? Я вот пойду, допустим, в юридический, буду адвокатом, буду ходить в красивом костюме с папочкой, и вот на этом ограничивается представление ребенка, подростка, выпускника о профессии. Да, действительно. Я говорю и говорил о том, что если мы сейчас не сделаем хорошую профориентационную работу, то потом у нас будет рынок падать, и действительно у нас нет сейчас в данный момент четкого исследования. Сколько же нам нужно юристов, сколько нам нужно рабочих профессий, сколько нам нужно сфера обслуживания и тому подобное. Почему? Потому что молодой человек перед выбором сейчас, особенно когда заканчивается учебный год, стоит перед выбором профессии. И вы правильно говорите о том, что как поступают ребята в высшее учебное заведение и среднеспециальное заведение. Друг пошел, маме нравится, это престижно, это актуально, это крутой вуз. Родители врачей, они хотят, чтобы я был врачом. Родители врача хотят, чтобы были врачи, династия и другие критерии. Поэтому задача и центров занятости, и органов системы образования, органов местного самоправления, органов исполнительской власти, территориальные органы и другие организации, они даже в работодателе, они сейчас заинтересованы, чтобы действительно молодой человек правильно выбрал свою профессию, актуальную, которая будет не только сегодня, которая будет через 5 лет, например. И это будет важно, потому что пока учится, динамика рынка меняется, и действительно сегодня это актуально, завтра же это не актуально. Да, на самом деле получается, никогда, часто бывает так, что не делают скидку на то, что вот сейчас эта профессия востребована, но ведь пройдет еще 5 лет, пока ты ее овладеешь. Действительно нужно смотреть вперед, и на много лет вперед. И для этого еще не просто, понимаете, выбрать выпуск. Престижный, непрестижный, актуальный, неактуальный, там, это же и другие критерии используются. Тут главное еще способность ребенка, способность молодого человека, который выпускается, и может ли он этим заниматься, и хочет ли в будущем этим заниматься. Потому что, смотрите, сколько у нас сейчас выпускников работают не по профилю. Вы знаете, даже вот мы ездим на ярмарке вакансий, в учебное заведение, и проводим там тестирование по разным системам. И когда подводим итоги, мы понимаем, что некоторые дети, уже определившиеся, казалось бы, они уже на втором и третьем курсе, у них по тестам выходит, что это не их направление. А очень часто, кстати, бывает, я даже помню себя в университете, когда начинали вот на, допустим, на психологию, да, приходили на факультет психологии, начинали учиться, и к концу первого курса некоторые действительно хватались за голову и говорили, мне не нравится, это не мое. И единицы из них имели смелость и настойчивость перевестись на другие факультеты. А представляете, человек поступил, если это контракт, проплатил контракт, он уже как бы влился в коллектив, уже родители знают, что он уже учится в высшем учебном заведении, он приходит домой и говорит, мне это не нравится, я не хочу. А сколько ребят, которые приносят диплом маме, папе, родителям, отдают диплом, а теперь я пойду учиться, куда я хочу. А вот сейчас на этом моменте я попрошу вывести наших режиссеров небольшой видеоролик, который мы сегодня позаимствовали на сайте Государственной службы занятости, как раз о том, как же все-таки стоит подходить к выбору профессии. Знайомтеся, это Олеся, ее родители инженеры. И очень рады с тем, что дочь в прямом смысле витает в хмарах. Олеся мрее стати не просто инженером, а видатным инженером-конструктором, как ее знаменитый співвітчизник Сергей Корольов. Конструювати літаки и особенно ракеты. Непроста доля генеального Корольова завжди захопливала девчонку. От идеи побудовать планер в гуртку моделистов, он дійшов до звания основоположника практичної космонавтики. Под руководством Корольова было запущено першу міжконтинентальную балістичную ракету, перший штучный супутник Земли. Відбувся перший політ людини в космос и выход людини в космос. Олесю, как ты думаешь, чи ты готова до такой серьезной работы? Певно. А чи маешь хисти за взяття? Сподіваюсь. Давай переверима. Для перевірки девчина завітала у центр занятості, де в рамках програми з профорієнтації їй було запропоновано пройти детальне тестування. Олеся вдумливо відповіла на всі питання тесту і згодом отримала результати. Вона дуже зраділа. Тестування підтвердило, що девчонка має достатньо таланту, щоб прямувати обраним шляхом. Тепер Олесі треба добре вчитися, щоб у космос знову відправилася ракета, побудована українським інженером. Много ли сьогодні в Україні випускників, які похожі на девушку з ролика, які відповідно підходять до вибору професії, ориентируються не тільки на «я хочу» или «мама», «папа» сказали, а знаєт більше о професії, проходять тестування, обращаються в городський центр занятости. Действительно, це серйозна проблема зараз. Почему? Потому що ребята починають задумуватися тільки там в дев'ятому класі, перед поступлением в среднеучебне заведення, і там в десятом класі, або в одинадцятом даже, даже в одинадцятому класі, коли вже в момент поступлений. Я вам хочу сказати, що тут совместна робота образовання, тут совместна робота з родителями, служб занятості в єдиним целом. Почему? Потому що родители тоже должны понимати, що якщо ребінок не зробить неправильний вибор, вони потім будуть виноваты в цьому в тому числе. Поэтому сейчас очень много. Я хочу сказати, що нам даже приємно, що родители приводять своїх дітей, і вони садяться з ним і проходять тестування. Тобто це несложно. Потратися там полчаса, в місці зі своїм ребінком, ви можете пройти тестування і самі определити, дійсно ви займаєтесь любими ділями, чи ні. Я вам хочу сказати, що перед ефиром вчора я зустрічався з одним известним чоловіком, помощникам народного депутата, і ми общались. І він прийшов і говорить, що не знаю, можливо, я неправильно зробив коли-то вибор. Я поступив в один вуз, потім я перешов в інший вуз. І в данний момент, нравится мені це, а не нравится? Я делаю, тому що це делаю. І тут настал момент, коли вже його ребінок, його дочь стала перед вибором. І ви знаєте, я правильно зробив, вони прийшли к нам. Вони действительно прошли три методики. Взяли себе какие-то наметки этой методики, результаты уже этой методики. Мало того, взяли ще две дополнительные методики, які можуть пройти. І я вам хочу сказати, дівчина, коли приходила, она, знаєте, тусклими такими глазами, то есть боязнью о том, що що-то буде відбуватись, нічого не відбувається. А коли она узнала о своїй способності, она поняла, да, я хочу займатися именно этим. Подтвердила. Я вам хочу сказати дуже багато історій, коли ми проводили профорієнтацію в школах, і хлопці, які були друзі, друзі друзі, вже передавали в інші школи, вони приходили на тестування. Ми стараємося зайти в кожну школу, ми стараємося проговорити з кожним психологом, і донести кожному ребінку о том, що це потрібно зробити, це важливо для вас. тому що, якщо ми зараз це не зробимо, потім буде це вже поздно. тому, я думаю, що в будь-якому вигляді, це сознання, вона появилась у дітей, і дійсно, це вже є результат цієї роботи. Ми будемо дальше продовжувати, і я думаю, що ми вийдемо на хорошу професію, кожен репенок знайдет в свою любимую професію. А вот скажіть, будь-якому, а є якась така відносительно универсальна формула вибору професії? То есть, допустим, є какой-то, да, об'єм факторів, які потрібно учитувати перед тим, як поступити на той чи інший факультет. Вот що туди входит? Ну, понятно, способності, інтереси ребінка. А що ще? Ну, желання. Вполне понятно, які-то, коли передрасположеність. Нужно ситуативно реагувати. Нужно, согласно там тестів, пройти якісь ситуації. І так далі. То есть, вот це обязательно важливо. Почему? Потому що, ну, багато тестів. Почему? Потому що, якщо ми говоримо о тестірованні, то по программам це, там, общественне направлення, там, гуманітарне направлення, це, може бути, там, техніческе направлення. І це віддельні тесты. Поэтому, к чомусь, коли приходить, специаліст, а у нас індивідуальний специаліст з кожному чоловіком, приходить, йому прекрасно кажуть, скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Вот ви хотіли б, чим би займатися? І починаєте определять. Психолог роботає з кожним чоловіком. І потім вже предлагають, там, різні методики. І ці методики потім аналізуються. Тому, воно понятно, коли молодой чоловік приходить, він не знає, чим я займався. Та? Обща методика є. Обща методика. Оперіляється більше направлення. Там, чоловік – чоловік. Чоловік – природа. І так далі, і тому подібне. Тому, воно це важне, це інтересне. Тим більше, це, знаєте, не трудно. Совсім не трудно. Обичне тестування. За комп'ютер садимося, набираємо, тебе задають вопрос, і ти відповідаєш. І вводиться тебе вже якась-то картина. Скажіть, будь ласка, я знаю, що обычно наші спікери всегда кажуть, ну, загадувати – це дуже складно, що-то предвидити – дуже складно. Але все-таки, на сьогодні, як считаєте, кроме озвучених професій, які можна считать перспективними? Вот ви зараз чувствуєте, що возрастає потребності ще в якихось спеціальностях. Тобто, вдруг вам почали обращаться роботодатели за спеціалістами, які, ну, достаточно давно не були вастребовані? Ну, якщо делать аналіз по тем вакансіям, які є у нас, і тем вакансіям, які заявляють роботодателі, а це ежедневна робота, то є це спеціалісты, які зв'язуються з роботодателем, роботодателі зв'язуються з спеціалістами, вони общаються, знаходять якісь нові вакансії. І вводять в єдиню систему. Тем більше, ця система відкрита для всіх. Зараз можна це зробити вонлайн. Тобто, не потрібно приходити в центр занятості навіть. Зарегистрировались, зашли на сайт, зарегистрировались, кликнули і записалися на прийом по-любому вопросу. Или просто онлайн задали вопрос, вам ответили. Але, зробив аналіз, я вам хочу сказати, що передо мной такой список актуальних в регіоні на данний момент. Вакансії, які зараз є, точно. А вони, звісно ж, різні. Разні, але і саме прості. Я вам хочу сказати, що сьогодні актуальний бармен, наприклад. У нас сьогодні актуальні администратори, менеджери. У нас актуальні воспитателі, педагоги, учителя начальних класів, дуже актуальні. Я вам хочу сказати, що ми в прошлом місяці провели специальну таку ярмарку. Почему? Потому що ми почали уходити от общих ярмарок, а начали проводити більш отрістливі. Почему? Потому що ми целенаправленно знали, какую категорию людей туда можна пригласити. І яких работодателів туда пригласити. І для того, щоб вони встретились, пообщались, спросили о своїй будущій роботі, работодателі відповідали, квалифікаційні данні, і так далі, і тому подобне. Тому провели таку ярмарку, яка називається «Ярмарку педагогічних роботників». Ми пригласили, мало того, ми працювали, опять же, на будущее. Почему? Потому що в данний момент там около 300 вакансій є в школах, в школах нашого міста. Эти вакансії подані в центри занятості, вони є, але почему-то вони не були заповнені. То ли у нас не хватає педагогів, у нас достаточно педагогів на ринке труда, то ли у нас не актуальна эта професія. А я вам хочу сказати, вот 17-го числа у нас була научна конференция, і я вам хочу вот в троечку неактуальних почему-то каких-то, не то, что непопулярних, і учитель в тому числе. Це, конечно, сложно воспринимати, але в данний момент потрібно что-то делать. І в тому числе ми продолжаємо це робити. І вот эта ярмарка, в данний момент ми сработали на опереження. То есть ми вже не приглашали тех людей, хоча вони могли теж прийти на ярмарку, і поучаствовать в ярмарках, і найти себе роботу. А пригласили тех, які в будущем будуть работать. Те, які сейчас должны бути уверенни в тому, що у них є робота. Ми пригласили выпускників 4-5 курсів университету Ушинського. То есть пришли ребята, вони точно понимають, що тут я можу роботати, тут вони вже знали, вони взяли контакти, вони взяли направлення, і готові в будущем. Заканчують зараз учебний год, вони моментально можуть трудно створюватися на роботу. В то же время, за средніх учебних заведень, там, педколеж, например, пришло большое количество ребят, які хочуть в будущем работать. Вот такая связь работодателя, центра занятостей і соискателя, в тому числе і молодого чеку, який не має опыта. І зараз багато роботодателі готові брати ребят без опыта роботи. Сразу после учебного заведення. Сразу после учебного заведення. І це правильно. Коли ми зустрічаємося з роботодателем, я спрашиваю, готові ли ви взяти, наприклад, молодого чеку без опыта роботи? Да, готові. А ви готові взяти там чеку з особими потребностями? Готові. Готові ли ви взяти там чеку, який мобилизований? Готові. ВПОшник? Готові. То есть, зараз роботодатель готов. І зараз роботодатель бориться, между прочим, за своєго роботника, за квалифіціровану роботу роботника. І це важна, і це дуже хороша динамика, коли роботодателі розуміють, що їм потрібні спеціалісти. І дуже багато роботодателі готові омолажувати свій колектив. Це хороша тенденція. Скажіть, будь ласка, у мене такий питання. Я уверена, що, к сожалению, в силу своєї роботи ви часто сталкивались со взрослими, чи можливо, можливо, даже зрелими людьми, які, яказалися, увы, несчастливі в професії. Я вам хочу сказати, ви знаєте, по роду деятельності відрічаюся з тими людьми, які розочаровані. Я вам хочу сказати, навіть в центре занятості, коли я прийшов, прийшов один спеціаліст, і говорить, Андрій Анатольович, ну, можна я уволюся? Я говорю, яка причина? Фінансовая, атмосферная, яка ж причина должна бути? Андрій Анатольович, я вот 13 или 11 лет проработала в службе, вот я хочу что-то в этой жизни поменять. А вы говорите, вы разочаровались? Говорит, я ще не знаю. Що ви думаєте? Этот человек в данный момент создав свою фірму, открыває предпринимательську деятельність і починається в совсем другому направліні роботи. Совсем в другому направліні. І я, це хороший, це позитивний момент. Мало того, ми ще помогаємо, поможем, тому, що вона стала в Центрі зданий на учет. Ми готові і поможуть, дати одноразову допомогу. Потім ми включимо її в краудфандингову программу, яка ізумітельно працює в Одесі. Я вам хочу сказати, я дуже благодарен тем організациям, тем нашим партнерам соціальним, котрим ми роботаємо в цьому направлі. Ми создали таку платформу класну, коли совмєстним фінансуванням ми можем поможуть людям відкрити своє діло. Якщо по яким-то причинам у вас не получилось там найти хорошую роботу, достойну роботу, якщо яким-то причинам у вас там в данный момент какой-то или конфликт, или выгорання профессіоналі, или что-то, ми готові поможуть. Ми готові. Создайте своє. Якщо ви не можете там уже работать в компанії или где-то, создайте своє і работайте на себе. Це все можливо. Це одноразову допомогу, це проекты, які працюють у нас в Одесі, це ікавитеса, це «Вера, надежна, любовь» і так далі. То есть в Хабі Одесі. Це дуже класно. І більше того, я навіть напомню, що у нас ведь именно здесь, в Одесской області, в Одесі, у нас є Одеський центр профтехобразовання, котрому, кстати, в прошлом году исполнилось 15 років. І вот год назад на цьому юбилію ми побували. Давайте посмотрим вместе, як люди не бояться менять свою жизнь. Можуть показатися, що це поміщення – мастерська завода, а за станками стоять обычні токарі. На самом деле, це безробітні, які не побоялись освоити нову професію. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Николай приехав в Одесу из Черновицкой области. Раньше работал штукатуром. Когда його умения стали невостребованы, пришел в центр занятостей и решил стать токарем. Его група окончит обучение в Одесском центре профтехобразовання Государственной служби занятостей 26 апреля. Дома Николая уже ждут не только родные, но і новая работа. Есть работа. Я заканчиваю зразу на работу по этой специальности, по професії токаря. Направляя безработных на переобучение, центр занятости берет на себя обязательства по трудоустройству выпускника по новой профессии. Поэтому здесь учат только тому, что востребовано на рынке труда. Эти токари без работы не останутся. В них нуждаются сотни фермерских хозяйств области. Приходили и разговаривали с фермерами. Ехать в период жатвы за 300 км за специальным болтом это очень накладно фермеру. Вы понимаете? А если бы такой специалист был бы рядом, то естественно этих убыток уже не было. Зарплата такого специалиста сегодня составляет 4-6 тысяч гривен на первых порах. Дальше многое зависит от желания развиваться. Те, которые у меня закончили, ребята, они закончили токарями. За полтора года они стали операторами станков с ЧПУ, а потом они еще стали наладчиками. Наладчиками станков с программным правом. Ихняя зарплата вот эта 2 года назад составляла около 8 тысяч. А здесь учатся будущие повара. Сегодня в меню казалось бы нехитрое блюдо тушеная капуста. Сначала обжариваем грудинку, добавляем капусту. Томатную пасту тушим, добавляем пассерованные овощи, воду и муку. И сахар, солим, перчим. Эти студенты станут поварами третьего разряда, но знания дают как для специалистов четвертого и даже пятого разряда. Обычно слушатели этих курсов не успевают заняться поиском работы. То есть люди за время практики зарекомендуют себя. Ну и уже в некоторых людей есть тоже где-то договоренности, которые изначально и шли, зная, что их возьмут на работу. Да и остальные без дела не останутся. В курортной Одессе хороший повар всегда найдет работу. Главное, чтобы работодатель был щедрым. Надя уже знает цену деньгам, умеет их считать и отличать фальшивые купюры от настоящих. Но первое, что узнала на курсах банковского кассира святая святых специалиста денежной сферы. Что такое дебиль, что такое кредит. Понимание, какие счета работают, как вообще работает структура банковская в нашей стране. Эти курсы практически единственные, в Украине. Их длительность 8,5 месяцев. Они дают полное понимание работы финансового учреждения. Кроме доступной теории, здесь дают практику. Порядка 1300 часов. Из них где-то 600 часов это даже 700 часов это производственное обучение как в лаборатории у нас в центре, так и практика непосредственно в банках. В банках непосредственно мы проходим практику два месяца. На время всего обучения каждого безработного обеспечивают проживанием в общежитии, а после окончания учебы работой. За исключением этих слушателей. Их мастера центра профтехобразования называют будущими ракфеллерами. Они создадут себе рабочие места самостоятельно. К вольной программе готов и Виктор, бывший госслужащий и будущий предприниматель. На сегодня мы приступили к написанию бизнес-плана. У меня конкретно это выращивание зерновых культур, створение фермерского хозяйства. Поэтому я считаю, что в практике это применимо и в дальнейшем я буду заниматься этим делом. Курсы знакомят слушателей с особенностями малого бизнеса в Украине, с налоговым законодательством и юридическими аспектами построения собственного дела. Кроме того, каждому помогают правильно разработать собственный бизнес-план. Примеров их успешной реализации уже достаточно. Наши слушатели открыли успешную школу водительского мастерства здесь в Одессе. Один из наших слушателей выпускник открыл клининговое агентство, которое сегодня успешно работает. И мне нравится его лозунг, когда он с гордостью может сказать «Здравствуйте, я зарабатываю». А один из слушателей даже разработал бизнес-план по предоставлению услуг с использованием детектора лжи. Центр профтехобразования в Одессе существует уже пять лет. За это время в его стенах сменили профессию более 27 тысяч украинцев, жителей города, области и страны. На сегодня здесь существует 25 программ обучения. Три направления промышленность, строительство и сфера услуг. Но если перечислить сферу услуг, это администратор, бармен, повар, официант, мастер-маникюр, педикюр, парикмахер, модельер, модельер, стилист. И еще 19 профессий. Среди слушателей есть учителя, юристы, психологи, стоматологи и переводчики. Встречаются и люди с двумя и более высшими образованиями. Многих решение кардинально сменить труд деятельности пугал, но желание работать побеждало. Там, где есть желание, поверьте, психологический климат на достойном уровне, потому что люди хотят учиться и самое главное потом работать. Благодаря тому, что особое внимание в центре уделяют практическим навыкам, место работы по новой профессии находят более 90% слушателей. Многие остаются работать на месте прохождения практики. Может быть, еще и потому, что здесь учат техники поиска работы, учат не бояться перемен и верить в собственные силы. Что бы вам хотелось сказать школьникам, ребятам, которые сейчас стоят на распутье и определяются с будущей профессией, чтобы, ну, возможно, им все-таки не пришлось обращаться в Одесский центр профтехобразования, и что бы вы хотели сказать взрослым, зрелым людям, которые тоже сейчас стоят на профессиональном распутье? Вы знаете, посмотрев сюжет, действительно, хочу сказать, что это европейского уровня учебное заведение и приятно, что оно у нас есть в Одессе. А ребятам, которые стоят перед выбором профессии, я хочу сказать, не бояться. Не бояться делать шаг, не бояться идти вперед, не бояться найти себя, не бояться прийти в центр или просто онлайн зарегистрироваться и пройти тестирование и в то же время определиться, понять, к чему у вас стремление и найти действительно себя в этом мире. Если даже что-то не получилось не так, несложно остановиться, пересмотреть и пойти дальше. Что касается людей взрослого, взрослых людей, то я вам хочу сказать, что то же самое. Если даже до какой-то момент что-то случилось не так, придите в центр занятий. Есть специалисты, которые готовы вас выслушать, самое главное, с вами пообщаться и с вами определить ваш выбор, сделать ваш выбор, помочь вам сделать этот выбор и, конечно же, самое главное, найти достойную работу, которая вам бы принесла удовольствие. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, вы смотрели «Вечер на седьмом». Мы сегодня говорили о наиболее актуальных в нашем регионе профессиях, о профориентации и о динамике украинского рынка труда. У нас в гостях был Андрей Целенко, исполняющий обязанности директора Одесского городского центра занятости. Благодарим вас за этот эфир. А в студии для вас работала я, Наталья Костенко. Делайте то, что любите, и вы будете любить то, что делаете. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин